Ярослав, тут вот такая забавная история. Вроде бы российские элиты, многие, особенно те, которые сейчас находятся у власти, или крутятся вокруг власти, или группируются вокруг власти, утверждают, что Россия является империей, что мы возрождаем империю, что у нас имперское мышление, ностальгия по империи и прочее, прочее, прочее. Но империя предполагает все-таки большой интерес к, по крайней мере, близлежащим территориям. Насколько я понимаю, этого интереса на самом деле, если мы говорим о Средней Азии, нет. Есть интересы, даже истерика вокруг вопроса о трудовых мигрантах, о тех, кто приезжает в Россию. Но вот о том, что происходит в Узбекистане, в Таджикистане, Киргизии, Казахстане, на самом деле, кроме специалистов, и то раз-два я обчелся, никто не знает. Ну, хорошо, Восток, извините за банальность, дело тонкое, может быть. Но вот есть же такие страны на Запад, да, есть Белоруссия. А насколько я понимаю, тонкости белорусской политики тоже не очень хорошо понимают в российском правящем классе. А вот дальше совсем уже интересно. Дальше идет Польша, Чехия, Словакия, бывшая Югославия, Венгрия, Румыния и так далее. То есть это страны бывшего советского лагеря. То есть это бывшие имперские территории. Еще страны Балтии, отдельная история. Здесь вроде бы интерес есть, но он тоже очень любопытный, потому что этот интерес как бы не к тому, что на самом деле там происходит, а интерес к собственному интересу, я так это назову. Нам интересно съездить в Юрмалу и там петь. Вот мы будем интересоваться нашими возможностями петь в Юрмале и тем, кто мешает. А вот дальше уже как бы все остается. Но мне кажется, что вот если оставить в стороне взвинченный тон, касающийся Прибалтики, то вот и некоторых событий, связанных с Польшей, в силу понятных причин, то в общем-то с карты ментальной российского сознания, имперского сознания, правящего класса, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, да даже на самом деле и Сербия, Хорватия и так далее, они практически исчезли. Они существуют как место, куда можно съездить или до недавнего времени можно было съездить, отдохнуть или там купить квартиру или послать детей учиться или что-то такое. Но вот понять, что же там происходит, а ведь без того, чтобы понять, невозможно и имперские амбиции какие-то испытывать. Почему? Амбиции, на мой взгляд, испытывать можно, но они тогда повисают в воздухе, потому что люди, которые такие амбиции испытывают, они имеют дело не с реальностью, которую, как вы верно заметили, они не знают и не интересуются ею, а с собственными представлениями о том, как оно там якобы на самом деле есть. То есть вот недавно мне попался на глаза текст одного маститого российского публициста. Он там рассуждает, как всегда, все российские публицисты нынче рассуждают о геополитике. Но мне там одно только выражение зацепило. Маленькие, но злобные лимитрофы. Это он о прибалтийских странах. Прекрасно. Слово лимитрофы я очень люблю. Вот само употребление этого слова, да еще и с эпитетами маленькие, но злобные, это говорит как раз о том, как устроен такой тип мышления, который, к сожалению, очень распространен. Он основан на стереотипах. На том, что первый и главный стереотип вот такого типа имперского сознания, это то, что это было когда-то в кавычках наше, а потом перестало им быть. И это такая вот у нас душевная рана по этому поводу. То есть обитатели этих территорий, этих стран изменщики коварные, потому что они... То есть при том, при всем, что можно там по-разному, те же маститы и публицисты могут по-разному оценивать советское прошлое, но я вот не слышал уже давно от людей такого склада, чтобы они... Сам факт доминирования государства со столицей в Москве, ну тогда оно называлось Советский Союз, над Восточной Европой, они как-то его, ну не то чтобы осуждали, но хотя бы слегка говорили, что ну да, ну в общем, наверное, ну не наше. Нет, это все наше, нашим быть переставшее. А теперь еще и входящее в злобный блок НАТО и в вводящий против нас санкции Европейский Союз. Поэтому дальше начинают эти стереотипы, начинают жить своей жизнью. Вредные поляки, злобные маленькие элеметровые прибалты, чехи, которые сводятся только к... Ну вот чехи, насколько я понимаю, в этой ментальной схеме они сводятся как-то к пиву и к хоккею, и к месту, куда можно съездить там. А Словакии тогда кто? Их, по-моему, вообще не существует в этом. Или их сословенцами путают, я думаю, что... Да, 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 да. Их путал президент Буш с одной стороны, но с другой стороны их путают и, так сказать, и в пределах Садового кольца тоже часто. А венгры, которые становятся потихоньку нашими, но с другой стороны, потому что они злобные, но по-хорошему. Вот как-то так, да. Тут все очень сложно, потому что реальность, она прорывается действительно. Она как-то вот так, неожиданными ходами, вот вроде того, что венгерский премьер Орбан начал выстраивать некие отношения с Москвой. На самом деле, она абсолютно практическая, с его, так сказать, в его ситуации основе. Но, тем не менее, он вот сразу стал как-то своим близким и родным. За этим, я что хочу сказать, за этими конструкциями нет ничего, кроме давних каких-то стереотипов, возникших частично еще в советскую эпоху, иногда даже и раньше. Потом прошедших трансформацию постсоветского периода на основе вот этой вот горькой обиды. Было наше, стало не наше. И в результате это все абсолютно оторвано от действительно сложной, действительно иногда странной, иногда интересной реальности данных конкретных стран. Вот я вот вперед, смотрите, вот любопытная история случилась, сколько уже, несколько месяцев назад, да, с этим фильмом про... С этим фильмом про Чесловацкий, 68-й год. Я никак не мог понять, зачем его сделали. Ведь если люди, которые делали его, особенно люди, которые его ставили, и которые там, не знаю, ставили штамп на том, что надо поставить, да, но мы до сих пор, может быть, действительно, мы сами не знаем, как устроена вот эта жизнь вокруг Кремля. Может быть, они уже не штампы ставят, а какие-нибудь электронные подписи посылают. Но, ладно. Они же, по идее, должны быть очень осторожными. Они понимают, что, скажем, в Чехии есть президент с условно пророссийскими симпатиями, да, которого сильно критикуют, что кто бы на самом деле так или иначе, какие бы политические взгляды не были у того или иного жителя Чехии, он все равно к 68-му году относится не очень хорошо, мягко говоря. Вот. И, казалось бы, ну, надо бы разыгрывать, уж если вы ведете имперскую политику, да, если уж вы хотите усилить свое влияние, да, если вы уж хотите расколоть НАТО или все, что угодно, то надо вести себя крайне осторожно, да, надо поддерживать Земана, надо поддерживать консервативный, вот, как бы, такой пророссийский и так далее. И вместо этого показывают бессмысленный, глупый, извините, тупой и абсолютно провокационный фильм, над которыми даже смеяться смешно. Вот это вот следствие вот этого незнания или тут еще какая-то сложная игра? Я думаю, это следствие двух вещей. С одной стороны, действительно, незнание реальности, а с другой стороны, вот этой бесконечной истерики. Потому что весь этот, на мой взгляд, весь этот новейший российский империализм, там, или неоимпериализм, он, на самом деле, крайне истеричен. Он очень в значительной степени движен эмоциями. А эмоция там главная какая? Нас унижали, там, реальные эти унижения или вымышленные, это уже другой вопрос. Мы встали с колен, и мы теперь начинаем срочно все знаки исторические менять на противоположные. Ответки посылать, как сейчас вы сказали. Ответки посылаются самим себе, собственному сознанию. То есть мы, вот это вот условное мы, потому что, ну какие мы в 68-й год, уже давно нет тех людей, кто тогда принимал решения, сами понимаете. Но мы всегда были правы. Вот этот континуум вечной условной России, которой тоже, естественно, никогда не было, потому что Российская империя одно, Советский Союз третье, Российская Федерация вторая, Российская Федерация третья. Но вот из этого делается некая такая вечная Россия, которая всегда права, которая всегда несет добро. И даже когда она грубо вторгается со своими танками в другую страну, на тот момент, прошу заметить, союзную и абсолютно про-советскую. И ничем не обидевшую ее. И ничем не обидевшую. И никуда, на самом деле, бежать не пытавшуюся. Просто пытавшуюся провести какие-то внутренние реформы. Даже в этом случае она все равно права. Я считаю, такого рода произведение, это вот плод этой неоимперской истерики, которая находится на противоположном полюсе от того, о чем вы сказали. От трезвого анализа и умной, реально имперской игры, которую умели русские политики в свое время проводить, умели играть в эти игры. Нынешние, на мой взгляд, не умеют катастрофически. Они умеют только поругаться и начать истерить. Ну вот в завершение, давайте-ка попробуем буквально в двух словах понять, что это. Это нарциссизм такой, который выдается за любование собственным могуществом и так далее, за презентацию собственного могущества. Или же это, ну просто говоря, по-простому, невежество и скверные кадры. Что вот Сталин бы таких кадров не потерпел бы рядом с тобой. В чем дело, почему вот это дурное историческое сознание о вечной России, да, о таких вещах, которые абсолютно контрпродуктивны во внешней политике. Я не говорю уже про внутреннюю политику, да. Оно абсолютно контрпродуктивно, что мы видим сегодня, когда у страны не осталось ни одного союзника и так далее, и так далее, и так далее. Вот что это, оскудение людьми, это оскудение идеями или это уже, если угодно, агония национального сознания в этом смысле? Ну, я бы не хотел как-то звучать чрезмерно пессимистично. Оскудение нынешнего правящего слоя и людьми способными, и особенно идеями. Это безусловно. Это безусловно, но правящий слой нынче достаточно специфический. Ведь посмотрите, кто эти люди. Это выходцы из среды либо спецслужб позднесоветского периода, причем не лидеров этих спецслужб, не командующих, не генералов, а, сами понимаете, полковник и ниже. И вторая часть, это такая средняя советская интеллигенция, как бы... Пиарщики бывшие. Да, бывшие пиарщики, бывшие, в лучшем случае, старшие или младшие научные сотрудники не самых крупных институтов. Ну, собственно говоря, слой, который... Я не хочу употреблять банальные слова, типа образованщины и так далее, но слой, который не отличался, не был, так сказать, не отличался какими-то крупными, не знаю, идеями, способностями, концептами. Это временщики, это люди, которых вынесло наверх... Которые выживали в 90-е. Да, выживали в 90-е, а потом их вынесло наверх в силу... И это травма выживания, на самом деле, было их... Абсолютно, абсолютно. И вот в результате этот коктейль, сложившийся в их сознании, на самом деле, в позднесоветские годы, на книгах, условно говоря, Валентина Пикуля и тому подобных авторов, коктейль из реакций и привычек советского человека, но помноженных на сильно мифологизированную историю, в том числе и до советского периода. Ведь уже тогда было это немножечко, да. Вот эти представления о том, что наши всегда правы и так далее и тому подобное. Нас всегда обижают. Нас всегда обижают. Но мы из этого состояния, так сказать, выходим и всем показываем куськину мать в том или ином ее обличке. Вот люди с этим сознанием, они не могут играть в умные имперские игры. У них для этого нет ни бэкграунда, извините за такое слово, ни на самом деле душевных качеств. Вот мы имеем, что имеем.